Вспоминая будущее Среда Льва Гольштейна Михаил Попов, доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права, президент фонда рабочей академии, главный редактор газеты «Народная правда». В 1991 году участник движения «Коммунистической инициативы», один из основателей Объединенного фронта трудящихся, член Ленинградского обкома КПСС. Михаил Васильевич, 1991 год, дни путча, ГКЧП. Как вы узнали о создании ГКЧП и ваша, если вы помните, тогда первая реакция? Узнал я это с экрана телевизора, хотя такая обстановка была напряженная, и все ожидали, что что-то произойдет. Так что это не было, так сказать, абсолютно неожиданности. Что касается программы, мне показалось, она достаточно взвешенная программа. А что касается самого ГКЧП, у них дожали руки, они действовали как-то очень неуверенно и вообще не знали, что делать. И выяснилось, что никакой, собственно говоря, позиции, и по реализации программы их тоже не было. Хотя было выступление со стороны Совета рабочих Ленинградов, поддержку этой программы. Какого взаимодействия ГКЧП не было, потому что это какая-то получилась картинная такая команда. В программе симпатизировали, а действия как-то увидели, что они просто бездействовали. Люди не собираются ничего делать, не надо объявлять никакие ГКЧП. Когда все это провалилось 21-го числа, как ваше тогда вот было настроение, состояние? Что-то вы делали тогда вот в эти три дня? Движение Коммунистической Инициативы вообще занималось тем, чтобы внутри КПСС образовать ядро. Вот мы создавали Компартию Российской Федерации. Я выступал на съезде Компартии РСФСР в том, что перестройка – это контрреволюция. Это было в 90-м году. И мы собирали решения партийных собраний об исключении Горбачева из партии. Я был тогда членом пленного КУМа Минградского еще, будучи в то время профессором университета. Тогда я поставил на пленами вопрос об исключении из партии Горбачева. За это проголосовало 17 человек из двух суд. То есть мы совершенно однозначно оценивали действия Горбачева как контрреволюционное, антисоциалистическое. Об этом публично говорили. И собирали в партии эти силы, которые могли бы его сместить с поста. И изгнали его из партии. А сразу после того, как запрещена была, вернее, приостановлена деятельность КПСС, мы стали создавать РКРП, Российская Коммунистическая Рабочая Партия. После того, как все было подавлено, подчистые были арестованы, после этого, еще спустя некоторое время, начался распад СССР. И вот спустя 25 лет, как вы к этому событию относитесь? Спустя 25 лет я бы сказал, что никакого распада Советского Союза не было. Была борьба за уничтожение Советского Союза. Были силы внутри, которые это делали во главе с Горбачевым, Ельцином. Эти силы были связаны и с заграничными силами, которые были заинтересованы в том, чтобы Советский Союз уничтожить. Причем они исходили не только из каких-то там антикоммунистических соображений. Я думаю, что и сегодня у нас немало людей, которые зарятся на нашу территорию, на наши ресурсы и так далее. И если люди думали, что при переходе к капитализму мы станем с ними дружить или с нами будут дружить, мы видим, что нам все время ставят всякие палки в колеса, делают санкции и так далее. То есть никаких таких иллюзий в отношении этого не было. И было видно, что, ну, скажем, тот же самый ГКЧП, он, хотя, так сказать, некоторые его действия были положительными, но он Горбачева не сместил, а его надо было и арестовать за измену Родины, и судить, как изменника Родины. В связи с этим я бы отметил так называемый референдум, который, мне кажется, праздную темные люди. Потому что на референдуме стоял вопрос СССР. Вы заобновленный союз Советских Союзических Республик как союз суверенных государств? Ну, и с продолжением. А суверенные государства – это конфедерация, это то, что сейчас СНГ. То есть уже это было проведено через референдум, и на референдуме, как известно, выигрывает всегда кто? Те, кто ставит вопрос, поэтому они и выиграли. Осталось только Ельцину, Шушкевичу и Ключаку это подписать. То есть вот это ленинное уничтожение, она, несмотря на некоторые сопротивления, которые мы оказывали, она была давно, и она развивалась. И вот теперь по итогу, 25 лет, я могу сказать, что если мы думали, что контрреволюция происходит в 91-м году, то теперь мы, и я, и мои коллеги, которые со мной работают в народной правде, мы считаем, что у нас действительно контрреволюция произошла в 1961 году при Крущеве на 22-м съезде правящей партии, которая выкинула главное в марксизме, в ленинизме, в учении о диктатуре пролетариата, и, следовательно, у нас установилась диктатура Буржезии сразу, политическая, поскольку не бывает государства никакого. И общенародное государство это чушь, и Энгель давно говорил, что это вот жареный лед. И, следовательно, переходный период от социализма, или от коммунизма, можно сказать, к капитализму, у нас занял порядка 30 лет. А переходный период от капитализма к коммунизму у нас занял 18 лет. Поэтому никак это не похоже ни на распад, ни на развал, это был вот такой длительный период борьбы. После Крущева все новые генеральные чайники продолжали ту же самую линию. Они вот изменили программу, они выбросили из марксизма, из партийной программы главной, и поэтому это должно было привести к ликвидации вообще Советского Союза, к ликвидации социалистической стороны, и привело. Поэтому сейчас мы оцениваем это так, что контрреволюция у нас началась, 30 лет происходил переходный период, в 1991 году установилась уже вполне добропорядочная буржуазная власть, буржуазная экономика. У нас в стране имеется буржуазная демократия как форму диктатуры буржуазии. Ну и вот появились новые условия, надо жить в условиях современной буржуазной демократии, и надо сказать, что у нее есть свои плюсы, по сравнению, например, с фашизмом. Очень большие. Некоторые товарищи этого недооценивают, и говорят, вот, тут у нас то плохо, все плохо, у нас много чего плохо, но у нас, по крайней мере, есть возможность отставить свои позиции и вести свою пропаганду. То есть, несмотря на всякие минусы и недостатки, которые у нас есть, у нас пока сейчас время такой политической борьбы и создания политических партий. Все буржуазные партии уже сформированы, мелкобуржуазные партии ходят толпой, их там, видимо, невидимо, они никак не могут между собой договориться. Партия рабочего класса находится в становлении ее, как партии, как такого вот авангарда, за которым идет народ, рабочий класс, ее нет. СССР прекратил свое существование. Скажите, сейчас грозят ли подобные вещи России? Сейчас уже не грозят. Хотя, вот, на ранних этапах развития Российской Федерации однозначно грозили. Во-первых, везде были уставные суды. Уже, значит, были отдельные субъекты. Вот этот договор, который существует, так называемый договор. Никто же никогда не договаривался, что Смоленская область будет соединяться с Орловской. Или Орловская будет Стамбовская. То есть, то, что представляло собой внутри России известный монолит, это тоже было рассечено на какие-то субъекты Федерации. Насмешка над Ленинградом и Ленинградской областью, когда вот есть два субъекта на одной площади и так далее. У каждого есть правительство. Все сделано, приготовлено было к тому, чтобы разделить дальше и Россию. Поэтому сия чаша у нас, я думаю, миновала, потому что все поняли, что сила России, и это мы видим на примере бывших наших союзников, которые входили в состав республики, входили в состав Советского Союза, оттуда приезжает гастарбайзер, потому что там в 10-20 раз меньше заработная плата. Поэтому они просто находятся в запустении. И, я думаю, то же самое угрожало и Российской Федерации. Российская Федерация, по-моему, имеет такие силы понимания, в том числе в правящем классе, что единство всех субъектов Федерации, которые есть, это главные условия. Что сейчас угрожает Российской Федерации? Российской Федерации больше угрожает ее потери, вообще ее существования, потому что я думаю, что то, что происходит на Украине, вот я это оцениваю как американский фашизм на экспорт, имея в виду, что в Америке демократия в самом таком нормальном, буржанно-демократическом виде. Но как только США выходят за границу, они начинают устраивать в некоторых местах открытую террористическую диктатуру своего финансового капитала, что подпадает под определение фашизма. Поэтому получается, что Югославию они разгромили, уничтожили как государство, не спрашивая согласия югославского народа. Нету такого государства, есть там куча государств мелких, которые ничего не значат в политике, так же может быть и с Россией. С Ираком они поступили под смехотворным предлогом, прилетели, разбомбили, уничтожили, повесили руководителя. А в Ливии, как вы понимаете, шел разговор, что мы недовольны деятельностью Мамара Каддафи кончил с тем, что его разорвали на куски. Я думаю, что наши руководители, в том числе руководители буржуазной России, поняли, что с ними поступят точно так же. В этом случае, если они не будут укреплять свою оборону, если они не будут этому противодействовать. Я считаю, что то, что происходит на Украине, вот тот переворот, который там произошел, ну, скажем, люди-демократы, если бы они были буржуазные-демократы, как в свое время, допустим, тот же Черчилль или руководитель Соединенных Штатов Америки, они бы, наверное, дождались и выбор провели. И поставили бы человека, который им был лояль, демократическим путем. Нет, там был такой действительно самый настоящий переворот, и там развязался настоящий террор на Украине, и продолжается. Я считаю, что это действие в сторону подрыва России, конечно, чтобы лишить Черноморского флота, чтобы бы сюда встали американские натовские войска везде на Украине. Ну, точно то, что мы сейчас наблюдаем в странах Прибалтики. Разве мы не видим, что вот они, раз, и в Молдавию приехали уже американские танки. Поэтому я думаю, что если у нас будут рядом с нами стоять ракеты, которые через 5-10 минут будут в Москве, а уж не говоря о Санкт-Петербурге, Ленинграде, то весь наш этот ракетный ядерный щит можно будет выбросить на помойку. Поэтому я думаю, что самая прямая угроза существования России имеет место. И поэтому все меры, которые предпринимаются руководством страны, в данном случае, они, мне кажется, исходят из соображений уже просто национальной безопасности. То же самое было бы и в Сирии, и никакого сомнения нет, что в Сирии бы развивался кровавый террор. И там было бы и убийства страшные были, и кровь бы страшная лилась. Хотя некоторые граждане, в том числе и даже из коммунистического движения, этого не понимают. Они думают, ну как же так, это вот интересы империалистические двух разных держав, США и России. Россия, к сожалению, на сегодняшний день империалистической державой не является. Мы живем по империализме, они, может быть, хотели бы стать империалистами, но пока нас, скорее, эксплуатируют. У нас вывод денег, а вывоз капитала у других империалистических держав. И поэтому этот самый ракетно-ядерный щит, он не спасет, если наша экономика не будет самостоятельной. А угроза очень большая. Несамостоятельно у нас нет свой час своего оценка строения, у нас ослабло машиностроение, и дальше жить по принципу продал нефть, купил то, что надо, уже невозможно. Здесь очень большая угроза с экономической стороны. Экономическую политику, которую проводит сейчас наш либеральный блок, я считаю, вредной, опасной и антигосударственной. Какой-то вот вывод из того, что произошло четверть века назад, вы для себя сделали? Ну, вывод мы сделали такой, что подтвердилось в учении о том, что без диктатуры материала никакого социализма быть не может. Это совершенно однозначный. Поэтому, если социализм – это общество сознательно управляемое, но если тот, кто управляет, в голове у него появилось то, что противоположно вообще движению вперед, то страна превращается в самолет, который может врезаться в гору. Что и произошло. Спасибо большое. С вами был профессор Михаил Попов. Вспоминая будущее. Среда Льва Гольштейна.